Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова опубликовала грустный пост. Её подписчики предположили, что Майя и Лёша Купин расстались. Девушка пишет о том, что у неё тяжело на душе, что без любви жить легче. Но без неё нет смысла. Никита Шалюков строит отношения с Олесей Клочко. Ребята целуются, обнимаются и на всех снимках вместе. Лилия Четрару на Сейшелах не скучает. Она флиртует с Филом Костробовым. В недавнем эфире показали, как Лилия зажгла в страстном танце с ним. Она явно неравнодушна к своему партнёру. Также Лилия нравится и Роману Гриценко. Несмотря на то, что он строит отношения с Лизой Триандофилиди, он пишет комплименты в сети под снимками Лилии. «Самая красивая на земле», – подписал он один из снимков. Четрар уже утверждает, что ни с кем не пойдёт даже на дружеское свидание. Она любит и ждёт Сергея Захарьяша. Маша Кахно продолжает расстраиваться из-за расставания родителей. Они прожили 45 лет вместе. Но Александр Васильевич заявил, что уходит к другой. «Самое страшное, что я купила родителям путёвки за границу. Но мама не смогла полететь. Теперь боюсь даже представить, что отец полетел с любовницей. А я всё это оплатила». Машу поддерживает вернувшийся с острова на поляну Алексей Марченко. Она пишет, что он добрый, искренний и настоящий. Так же Кахно пригласила на свидание к бассейну Диму Талыбова. На днях дочери Таты и Валеры Блеменкранца исполнился один месяц. Всей семьёй ребята сфотографировались на обложку журнала «Дом-2». Тата жалуется, что у неё пропадает молоко. «Стараюсь постоянно прикладывать. Пью чай с молоком литрами, воду. Но ничего не помогает. Что делать?» – спрашивает молодая мама. В недавнем эфире показали конфликт между Алексеем и Машей. Они сцепились из-за вещей, которые Алексей якобы без спроса вынес из комнаты Маши. Эта ссора чуть не закончилась дракой. Ольга Рапунцель пишет о своей популярности. «Меня постоянно спрашивают, вас узнают на улице? Подходят, берут автограф. Друзья, разумеется, конечно, да. Например, сегодня две милые сестрёнки подбежали и сделали фото. Они не поверили своим глазам, что это мы, сама Рапунцель и Дима мой». Ольга Бузова повысила цену на рекламу в своём Инстаграм. Ранее стоимость рекламного поста составляла 200 тысяч рублей, а сейчас реклама стоит 400 тысяч. Несмотря на цены, эта услуга находит свой спрос. Вика Берникова рассказала об угрозах бывшего мужа. Он и его новая пассия буквально обрывают телефон Вики, угрожают забрать сына на воспитание. «Можно ли доверить ребёнка такому папаше?» – спрашивает Берникова. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.